Оля. Слушаю вас. Это водитель вот с колесными парами из Москвы. да я отстаю получается рельсы переехал здесь вот этот поезд где локомотивное депо написано вот тут куда мне здесь нужно так получается вот да как получается мне сейчас вот сторону про как написано локомотивное депо туда идти по этой дороге до так ясно заезжать а с какой стороны ладно все понял понял давать вот так вот ребята объяснили мне куда заходить куда заезжать на самом деле утро среды пойду выписывать пропуск потом заезжать зря завелся прогрелся или все-таки доехать может до туда ладно пойдем пешком пройдемся пешком то полезнее то все ездим до ездим так вот утро началось как обычно так стали под разгрузку под кран с ребята нас будут выгружать парковался машина вот все колеса меня выдавила борт вот видите колесом видимо или чем-то там не знаю и еще проблема у меня рессора и того ребята выгрузили меня практически сразу единственная вот это все фигня полная вот эти вот подставки под колесы подставки под колесы смотрите что случилось продавила фанеру не глубоко конечно но тем не менее вот эту доску видите я просто сорвала на какой-то и скотчик так же здесь видите то что он забил гвоздь вот сюда и попал криво это капец здесь такая же история вот видите насколько гвоздь вошел и как продавила пол вот он и колесные пары дальше борт двануло когда ее выдавила но я его уже поправил потом эта сторона видите тоже съехала вот след от колеса с этой стороны тоже съехала в общем сплошные неприятности плюс еще мазут от этих шестеренок здесь здесь от нас все подметать затирать потому что груз бывает разный буду сейчас убираться в кузове заявки пока нету итак господа еду я в сторону загрузки это город брянск выехал я с выгрузки пол я подмел все приготовил все сделал рессору закрепил не знаю насколько хватит но это не такая сильная проблема и сегодня мне немножечко повезло тем что я взял 200 литров по 30 рублей с заправки роснефть сдал мне человек потом в принципе еду я шикарно на улице вы можете видеть идет дождь надеюсь помоет мне машину потому что машина у меня грязная денег на мойку у меня нету взяли мы кстати загрузку вот взяли мы загрузку получается взял я загрузку на аж на Череповец и на Вологду то есть две выгрузки первая Вологда вторая Череповец грузим грузимся мебелью 8 тонн вроде не знаю перегрузить не должны а там будет видно как загрузят как поедем что да как будет мебель у нас тяжелая корпусная мебель поэтому наличка вроде как ну то есть не безнал а на карту наличка через там в течении трех дней поэтому это шикарно по обалденной ставочки ребята поеду аж по 3 также в принципе по 30 рублей за километр также как я приехал в Уничу по 30 рублей плюс переезд и я думаю это очень хорошая ставка при нынешней раскладе что дороги все закрыты и работы очень мало вот а во всем в этом мне помогает а вами все и наверное не знаю половины нелюбимый джек дальнобой Женя тебе привет ты красавчик помогает брать мне заявки пока что мы с ним заключили договор потому что у меня нет своего ип поэтому я не могу брать заявки даже если проплачу полностью одежку буду смотреть у меня нету ни ип ни ооо ничего но так вот жизнь налаживается взял солярку потом какие еще у меня ништяки пообедал дешево сегодня что-то когда выгрузился там в столовке бизнес-ланч за 170 рублей нормально до сих пор еще вот что-то там есть что-то еще утрясается поэтому начинается ребята начинается надо так и надо работать хватит себя давить душить низкими ставками до сюда дождь закончился машинку мне чуть-чуть совсем помыл где-то замарал где-то помыл в общем вот смотрите как я еду до брянском вернее до точки до точки до точки загрузки 140 километров до брянска 100 куда я еду загружаться 140 сейчас я скажу где я буду загружаться так это у нас не сам брянск это область грузить меня буду так завтра это дьякова дядькова это дядькова город дядькова улица там какой-то строительный городок что-то такое 21 по-моему вот так вот потихонечку ползем за магнитиком а спешить то мне некуда надо бы сходить по идее в парикмахерскую хотя нет это наверное я где-нибудь в череповце схожу надо немного экономить расходы свои ну вот видите прошел дождь и опять хорошая погода и только грязь сейчас будет лететь а я думал у меня машина помоется хрен она там помоется с такой-то грязью приехал я господа дядькова дядькова грузиться мебелью но грузиться буду я завтра ребята сегодня я грузиться не буду стоять мне тут еще целые сутки грузиться буду завтра здесь в ночь поэтому сейчас вот туда до конца на стоянку стоять ждать завтрашнего вечера целого в общем как-то так здесь вот здесь вот будем стоять спать сейчас развернемся так наверное вот так вот мы и встанем вот он шикарный прицеп совсем наверно новенький обалденные ребята правда мне это не термобудку надо но но я бы такой тоже бы от такого бы не отказался запломбированный загрушенный видите стоит эх хрен мне они прицеп с такими-то штрафами ладно будем сегодня сегодня будем отдыхать завтра будем отдыхать а потом будем работать так что все отдыхать итак господа время у нас уже пятый час дня видите начинается загрузка автомобиля ман 194 сегодня надеюсь до ночи нас погрузят и поедем мы дальше сижу вот как прибрался немного в кузове сегодня чуть-чуть подклеил тент там свалился свое барахло так рессора у нас держится обойдем посмотрим дождь закончился лил со вчерашнего дня у нас дождь здесь на загрузке сейчас уже все подсыхает машина до сих пор грязная видите ужас грязь такие вот дела так вот итак господа идем проверять загрузили нас или нет что там еще еще чуть-чуть осталось я осталось а чуть-чуть почти что загрузили всем привет ребята меня вчера загрузили повесили пломбочку вот время сегодня 5 утра я стартую чуть-чуть поспал так как загрузили поздно все сейчас машину прогрев осмотр предрейсовый видите вот такой вот так вот подвесочка у нас сказали 7 тонн обещали ну что-то мне кажется тут 8 пахнет в общем все отлично я погнал в рейс все отлично так так а все и все 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 и день и ночь не спавши блин вот они могут быть выехали вот так вот взяли пару загрузок а я работаю видите машине в живу так я не могу день и ночь ездить потому что если я буду ездить день и ночь что от меня останется тогда правильно и это не короткий этот самый такой рейс что вот я могу загрузиться это самое завтра выгрузится выходные нифига тут ей ехать больше 1000 километров буду я тогда по ночам им гонять хрен два вроде и ноги накипела у нее там фляга брызнула она меня с говном хотела сожрать вот теперь получай обратно через весь интернет я еще когда приеду на разгрузку я вот и и засниму эту нетерпеливую итак господа мне сегодня пока что фартир выбрался я на м8 все прямая трасса можно ехать 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 и ехать поэтому я счастлив я рад что я так быстро принципе объехал москву буквально два часа где-то я к пол второго за за три часа четыре за четыре часа ребята я проехал москву представляете а вы думали да это рекорд это я ночью помкаду бы шел кэш я бы прошел за два часа да то из-за а то наверное даже за час не за час за полтора поэтому удачно и счастлив едем дальше скоро волокна так ребята как вы можете видеть и и и и и и и и и